Всем привет! Сегодня воскресенье, а значит в эфире детские новости. В ближайшие 10 минут с вами мы, Малика Исмаилова и Халид Мутаев. Смотрите в этом выпуске. Море улыбок, смеха и хорошего настроения. День защиты детей по всей республике отметили большими праздничными программами. Скамейка из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Ученики и педагоги Махачкальинского лицея решили организовать у себя эко-дворик. Бездомные собаки, вредная еда и разгневанные родители. От кого и чего надо защищать детей сегодня? Спросили у них и собрали самые интересные ответы. Главное событие этой недели – начало летних каникул у школьников. Ура! Школа осталась позади. Впереди солнечные дни, море, поездки к бабушкам и дедушкам, встречи с друзьями. Ну, Малика, ты не торопись, ведь у кого-то еще остались экзамены. Ну и что? На календаре уже июнь, а значит летнее настроение. И по традиции начало лета отмечаем замечательным праздником – День защиты детей. Повсюду прошли красочные мероприятия с участием главных виновников торжества. Очень весело и интересно 1 июня было на Анжио-арене. Праздник посетил даже голова региона. Репортаж Натальи Ханбабаевой. Еще несколько лет назад 13-летняя Лейла занималась танцами, но в пятом классе все кардинально поменялось. Она случайно попала в баскетбольный кружок и тогда поняла – забрасывать мяч в кольцо и переигрывать соперника ей нравится больше. Теперь девочка-капитан команды. На счету ее сборной немало побед и призовых мест. Она уверена – этот вид спорта заряжает энергией. Даже перелом пальцев и многочисленные ушибы не остановили Лейлу от занятий баскетболом. Больше всего это эмоции после игры, во время игры, во время игры в забитый мяч. Даже тот же самый проигрыш – это все эмоции. И это как бы мотивирует дальше играть, заниматься. Особый интерес у юных посетителей вызвала техника МЧС. Кто-то из ребят даже определился с будущей профессией. Потому что мне интересно, как это все работает, как появилось. А сам бы хотел стать спасательом? Да. А эта веселая школьница Сакинат, на первый взгляд, совсем не похожа на девочку, которая с легкостью может не только определить модель автомата, но и собрать его. Причем с удивительной скоростью. Просто люди подходят. А если кто-то хочет, может разобрать автомат, сфоткаться. А ты умеешь? Умею. На то, чтобы этому научиться, Сакинат потратила полгода. С улыбкой говорит, что все еще есть к чему стремиться. Но такое упорство требует жертв. Без ранений, увы, не обошлось. Праздник посетил глава региона. Он оценил, как много интересов и увлечений у детей. Смотр проведи обязательно и детально-детально накладывай. А то снижается оценка на один балл. Без внимания не остались и юные спортсмены. Аттракционы, батутный центр, спортивные зоны, мастер-классы. У детей была возможность проявить себя. Кроме того, ребята из различных городов и районов республики, в том числе и дети участников СВО, не остались без подарков от главы региона. Наталья Ханбабаева, Еврагим Магомедов. Время новостей. Песнями, танцами, подарками и бесплатным мороженым заполнился первый день лета не только столичным ребятам. Праздничная атмосфера царила во всех городах и районах республики. Об этом расскажет Джамиля Мутаева. Ярко и красочно отметили День защиты детей в Новолагском районе. Ребята пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах и флешмобах. Для них выступили юные акробаты и аниматоры. В этот день власти района навестили детей мобилизованных и погибших участников СВО, а также особенных детей. Во дворе Центра культуры и досуга Кизлярского района прошло яркое представление. Здесь для детей провели различные соревнования. Ребята показали мастер-класс в состязании юные роллеры. Дети также ознакомились с интерактивной выставкой «Библиодворик». Овачинский детский сад посетил министр по делам молодежи Камил Саидов и глава Кулинского района. Гостям показали развлекательную программу. Дети исполнили песни, танцы и стихи. После им вручили сладкие подарки. Глава района сообщил, что на этом месте будет построен новый детский сад. На крепости семи братьев и одной сестры детям представили сказку актера Табасаранского государственного драматического театра. Здесь прошли конкурсы рисунков, мелом, различные игры и мастер-классы. Тут собрались дети участников спецопераций, дети из малообеспеченных семей и особенные детки. В Гумбетовском районе прошла акция «Рисунок на асфальте», а в актовом зале администрации района состоялся красочный концерт. Детям участников спецоперации вручили денежные подарки. Яркий праздник с играми и конкурсами прошел в Ботлихском районе. Шоу мыльных пузырей, рисунки на асфальте, а также веселые танцы и хороводы. Главными гостями и участниками праздника стали 300 юных воспитанников детских садов. День защиты детей отметили и в Докуспаринском районе. Ребят порадовали концертной программой. Детям участников спецоперации вручили игрушки и сладкие подарки. А в Ногайском районе для детей участников СВО подготовили спектакль «Приключения Буратино». Администрация муниципалитета также вручила им подарки в честь праздника. В торгово-развлекательном центре Казбековского района собрались порядка 400 детей. Это в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников спецоперации. Для ребятишек в их главный день подготовили музыкальные и танцевальные номера. Художественные мастер-классы и различные флешмобы. Музыкально-развлекательная программа для маленьких горожан прошла в Буинакске. Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, в веселых стартах и других спортивных состязаниях. День защиты детей масштабно отпраздновали и в Хасавюрте. Мероприятия прошли сразу в нескольких местах города. В Центральном городском парке исполнили песни и танцы, а на стадионе прошел фестиваль спорта. Юные горожане также поучаствовали в конкурсах и мастер-классах. Веселые игры, песни и пляски. В Кизляре прошла праздничная программа в честь Дня защиты детей. Ребята рисовали мелками, делали объемные аппликации и изготовили различные изделия своими руками. Малика, а почему у праздника такое странное название – День защиты детей? От конуса надо защищать? А вот ответ на этот вопрос наши юные журналисты попытались найти у самих ребят. Давай послушаем? Давай. Детей надо защищать в первую очередь от родителей. Некоторые спросят почему. Потому что 31 мая родители узнают школьные годовые оценки детей. И не ругайте родителей, пожалуйста, хотя бы 1 июня их за двойки, тройки, четверки, если вам четверки тоже не нравятся. Конечно, остальных братьев, которые заставляют тебя убирать все по дому от остальных. Ты ему привезешь из другого города вкусняшки, а он тебе спасибо даже не может сказать. Мне кажется, детей надо защищать от бродячих собак. А чтобы бродячих собак стало меньше, нужно с детства прививать детям любовь к животным, а также чувство ответственности. Многие люди берут маленьких щенят к себе домой, но вырастая, эти животные становятся им не нужны. А дядей? Ну, которые встречаются дверь, а взрослых нет дома. А особо не надо открывать дверь. Я думаю, что от вредной пищи. Иногда школьникам не хватает времени на то, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать дома. И поэтому в их жизни появляется фастфуд. Дорогие родители, хочу обратиться к вам. Готовьте своим детям сырники, блинчики или чудо вместо бургеров, пиццы и картошки фри. Наше здоровье в ваших руках. От всяких плохих мальчишек, старшеклассников и чужих людей. Детей нужно защищать от опасных водителей. Ведь в последнее время было много аварий в городе. Чтобы защитить детей от опасных водителей, нужно почаще напоминать правила дорожного движения. Не сажать детей за руль, пока им не исполнилось 18. Здесь надо защищать от врагов, чтобы на планете был мир. Сделать мир немножечко лучше и чище решили ученики и педагоги Республиканского физико-математического лицея-интерната. В эти выходные в школу надо было идти не с книгами и тетрадями, а с пластиковыми бутылками, ящиками и полиэтиленовыми пакетами. Почему? Узнала Аринар Шукаипова. Дагестан без пластика. Такое будущее желает для республики основатель проекта «Добро пластик». Экопроект совместно с Республиканским физико-математическим лицеем-интернатом города Махачкала организовали акцию «Экодворик». Мы уменьшаем количество пластика, не перерабатываемого на планете. То есть мы уменьшаем количество мусора и создаем из этого мусора полезные вещи. Недавно только я узнала о существовании нашего этого местного завода «Умная среда». И не представляете, как я была рада, что у нас здесь в Дагестане есть такой завод, который из пластика переработанного делает классные вещи. Сегодня у нас акция именно от колледжа идет. Мы собираем пластик и будем делать скамейку для этого колледжа. Ученики лицея и горожане приносили в ТОР сырье, пластиковые крышечки, ящики, пакеты, бутылки из-под молочных продуктов и бытовой химии. Из сообществ города в акции принял участие беговой клуб «Дагран». Они на тренировках организовали сбор крышечек. Все это будет передано экозаводу «Умная среда». А они, в свою очередь, переработают эти отходы в новую красивую скамейку, которая будет украшать двор этого лицея. Я советую всем директорам и замам учебных организаций, чтобы на территории школы установили емкости для сбора пластика. Айнара Шугаипова, Ибрагим Магомедов. Детские новости. Всегда на коне. Юные дагестанские конкуристки уже не мыслят свой день без конюшни и езды верхом. Девчонок из разных конных клубов объединяет любовь к животным и спорту. Сегодня они выступают в составе юнической сборной Дагестана и представляют республику на региональных и всероссийских конкурсах. В эфире рубрика «Без комментариев». Айнара Шугаипова, Ибрагим Магомедов. В футбольной школе Маркарова прошел спортивный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Но ребята играли не только в футбол, но и в шахматы. Стреляли из лука, демонстрировали приемы в карате и тэквондо. Наш спортивный корреспондент Дан Шугом расскажет подробнее. Совсем недавно защитник команды «Тигры» Амир Кадиев вместе со своими товарищами по дружине стал обладателем почетного трофея в Геленджике. Здесь он играл со сверстниками-динамовцами и даже пробовал себя в новом Аплуа. Я попробовал поиграть в нападение, потому что это для меня было новым. Мне очень понравился мой гол. В этом матче забил справа угла. В программу спортивного фестиваля вошли не только игры по футболу среди различных возрастных групп и секций по шахматам, карате, тэквондо и стрельбе из лука. Также прошли соревнования по дартсу и конкурсу на лучший рисунок. А вот покатать детей на воздушном шаре не получилось из-за ветра. Мы рады вас приветствовать у нас в школе и надеемся, что сегодняшний день, который мы проводим на протяжении большого количества времени, забудется вам по многим моментам. Я хочу пожелать вам, чтобы рады и своих родителей, и своих первых ученых, будьте футболистами хорошими, спортсменами, учеными, все делайте ради радости ваших родителей, чтобы они могли гордиться вам. Венчало торжественное открытие мероприятия «Запуск в небо голубей, как символ мира». Дан Шугом Рамазан Амаров, время новостей. И на этом наш выпуск завершен. Детские новости уходят на каникулы. И мы прощаемся, к сожалению, не на неделю, а на все лето. Желаем вам провести это время отлично в кругу друзей и семьи. Мы будем скучать. До встречи в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!